Приятного аппетита, товарищи лорды! Меня зовут Фёдор, вы на канале Федисплей, это игра Баннер Лорд, и мы продолжаем формировать отряд для того, чтобы шатать всех вдоль и поперёк. В предыдущей серии я тут немножко гопал-гопал, да не догопал, но задача сейчас не в гопничестве, мне нужно нанять ещё одного спутника, и чтобы понять, какой мне подойдёт, надо посетить Артисию, Саналу и Оскар, по крайней мере, пока они оттуда не уехали, так как я с ними пока ещё не знаком, я не могу им послать гонца, поэтому продолжим. Замок Верон захвачен, начались выборы. Ну, колодоги тут нормально, поотжимали у них. 98, 98, усталость от войны. Что-то у нас усталость-то выросла, а не у противника. Ну, сейчас, я думаю, пока доеду до Артисии, наверное, уже усталости накопится столько, что война закончится, и я могу посмотреть, кто там, не выходя из состояния наёмника, посмотреть, кто там присутствует. Я не особо хочу из состояния наёмника выходить, потому что у меня тогда всё влияние моё впустую влетит, и денег мне за это не заплатят. Так, пока бабки идут, 1500 в день. Блин, они сейчас объединятся в армию, их там будет 160, и меня их будет не разбить. Потому что на таких уровнях у меня командиры не раскачаны. Преимущество в два раза по количеству человек, оно достаточно серьёзное. Чего серьёзно? Ты от меня бежишь? Кто у тебя там вообще? 103 новобранца в рот компот. Слушайте, может приколоться, попробовать их заатаковать. У них кавалерий вообще нет. Я их могу своими стрелками конными проскатывать, и пока они к моим ботанцам подойдут, там у них ляжет уже половина пехот. Блин, да ты серьёзно? Ну, у меня 7 раненых. Можно попробовать их отогнать куда-нибудь, пока у меня за это время раненые восстановятся. Сбор, близ. Атаковать не атаковать? Я вот не знаю, что здесь за локация будет, если она какая-нибудь убожеская. Как мне с ними биться? Ну, 103 новобранца, это, конечно, жесть. Давайте их атакуем. Надеюсь, догоним, когда... Во время того, как будет светло. Я твоего лица вообще... Ты чё такая зелёная? Ты косметикой намазалась, что ли? Огурцами или чем там? Слушайте, здесь командиров нет. Вот баба, да? Есть мозг, беременная, нифига не воин и пошла воевать. 19 лет, ума нет. Ну, главное, бронелифчик напяли на ней. Эти уже понимают, что сейчас люлей отхватят. Я такие, что? Зачем ты к нам едешь? Попили я тоже попил, влияю из той же оперы. Ты чё? Выставила. Давай, в атаку. В Акаку. Лисистая местность. Корнил, осранница. Влияние на пехоту 24. У меня 12. Может, кстати... Блин. У меня командира лучников нет. Вот, Рубони. Но это я нормально вообще пошел в атаку. Половина лежит. Половина бухая. С похмелья. В принципе, я могу здесь от обороны стоять. Здесь их закружить лучниками. И вовремя в атаку еще конников отправить. Посмотрим. Надеюсь, они меня не победят. Так, Артуры. Сюда. На пригорке? Нет. Хотя, в целом... Блин. Мне кажется, что в таком построении плотно стоят. Они хреново стреляют. Давайте вот так вот их распределим. Конелуки сюда. Конелуков можно в целом тоже поставить. Пускай они их расстреливают. Где-нибудь вот здесь с фланга. Все расстрелять будут. А я лошадистами покатаюсь. Куда они идут? Они идут на меня. Сместимся немножко. Это, кстати, та же сам, по-моему, локация, которая была только что. Ну, или, по крайней мере, очень сильно похожа на нее. Они в леску смещаются. Не хотят вообще принимать бой. Ладно, тогда сейчас объедем со стороны. Блин, неудобно мне их в лесу расстреливать будет. Но, с другой стороны, у них лучников почти нет. Стену щитов выставить. Артур автоматически? Нет, не развернулись нифига. Лошадисты слева. Давайте, ребятки. Ну, вот такие армии у противника. Мои ботанцы уже начали лупить из всех стрел. Подойдем поближе. Надо, наверное, ставить уже стену щитов. Направить их вперед, пускай вражеские лучники атакуют. Блин, решили из фланга, что ли, меня обойти. Развернем. Развернем немножко наших отрядах. Так. Лошадисты. Стрелковые сюда. Кони туда. А постреляемся немножко. По крайней мере, лучники у меня опыт пособирают. Они ничего не сделают. Они сейчас пойдут на меня в атаку. Тут уже пошли вроде-ка. Валерия в сторону. Вообще, готовы собирать урожай смерти. Вот так. Ботанцы сейчас тоже двуручными мечами будут атаковать. Здесь надо слезать с коня. Дополнительно порубим. Я ни хрена не слышу, они кричат в наушниках. За счет того, что у них много мяса, у меня кашпотерей будут какие-то. Да, блин. Небольшие. Пехотинец какой-то упал, еще кто-то. Да, конечно, эти новобранцы, голодранцы вообще, ну ни о чем. Очень сильное преимущество у нас. Глумиться даже над ними не хочется. Ну что, там одна беременная в атаку идет на меня. Вторая тоже там, как это, с похмелья. Одного потеряли все-таки. Ну ладно, это восстановим. Юнитов не страшно. 18,6 известности, 29,6 влияния. Сейчас, по идее, ход войны должен переломиться. Там было 98 на 98, я им потерь много нанес. Сейчас, если я в плен возьму, то это еще больше счет пойдет. Но я в плен обрать не буду. Я буду с ними улучшать отношения. Да, да, да. Так, беременна. Иди, сиди дома с зеленой рожей. У меня уж позеленело аж. То ли от злости, то ли от страха. Так, здесь наездник. В принципе, возьму всех, кого смогу унести. Целая куча новобранцев. Куда их? Здесь даже не знаю, есть ли смысл. Длинное копье с качественной стали. Давайте посмотрим, может быть. Лошадисту моему можно поменять. Не, мое копье, мне кажется, получше будет. Да, и лут с них какой-то вообще такой. И у меня уже перевес внезапно. Надо еще, наверное, вонючих лошадей понабрать. Тягловых. Да, сто. Все, я нанес им потери. У нас сейчас будет мир. И я спокойно смогу заехать в артисию. Во-первых, сдать пленных. Во-вторых, посмотреть. Насчет компаньона. Есть ли он там. Тут метательная скорость подготовки метательного оружия. Прокачаем. И по отряду пехотинцы. Ну вот, одного мы потеряли, второго наняли. Так, этих всех забираем. И прокачать на полученный трэш. Так, это все сюда. Это все тоже сюда. Это опять сюда. 7900 опыта. Чем больше у меня легионеров, тем меньше у них шансов вообще хоть кого-то у меня убить. Итого по составу. Ну, сейчас, наверное, смысла нет пока набирать юнитов. Мне надо съездить, набрать конелуков. Набрать кавалерию дополнительно. А обычных пехотинцев я пока набирать не буду. Ну и лучников ботанских я потом уже под конец наберу. Тут еще какой-то хрен. Почему не заканчивается война? Все, война закончилась. Прямо вот как это, как по расписанию. Кстати, если чисто на ваниле играть, без моды на дипломатию, то ты там можешь вот в такой ситуации, вот ты хочешь с ним повоевать. Ну, у тебя, допустим, королевство. Ты им объявляешь войну, захватываешь город и тут же с ними меряешься. За деньги, деньги платишь им. И все, война закончилась. Восстанавливаешь юниты, подходишь к следующему, опять объявляешь войну. И вот так можно херней такой заниматься. Ну, просто целое королевство просто убрать. И никаких последствий, ничего не будет. Ну, вот, привет, механика ванильная. Вопрос, не свалил ли... Так, не свалил. Тут широкогрудый сидит, вландеец. Не знаю там, как и что он из себя будет представлять. Сейчас посмотрим. Сравнивающий. Пленников нужно сдать. Да, что-то такой себе широкогрудый. Хотя, слушайте, он управленец. Блин, может быть, он мне даже и подошел бы. Давайте его оставим. Мне нужен чувачок с управлением, чтобы замещать мою жену в качестве интенданта, когда я ее отправлю заниматься наместнической деятельностью. У него, конечно... Ну, у него нормальные перки, если не обращать внимания, то, что в торговле там дофига вкачано. Я его, пожалуй, даже оставлю. Вообще, можно было бы... Я вот не помню, есть ли кто-то здесь еще с управлением. Можно, в принципе, быстро посмотреть. Ну, или нанять каких-нибудь вот этих вот железных глаз, там вот этих всех и им прокачать. Как вариант. Но это позже можно сделать, с другой стороны. Так, знающий бык. Вот, опять же, сортировки нет по навыкам. Модом вроде где-то это менялось. Но ванили, к сожалению, этого нифига нет. Тут нормальные есть наемнички, которых можно было бы взять. Ну, рассмотреть, по крайней мере, принятие. Засчастная тележница. Срайница. Золотой. Ладно. Съездию все-таки посмотрю эту изгнанницу в Санале и сироту в Аскаре. Сейчас пока мирное время. Так, два. Перебор. Все, этих сдаем. Ну, 15 с собой буду таскать. Особо скорость эта не замедлит. Так, торговля. Забираем пугий. Зерна нужно скинуть слишком много лишнего. Рыбу. У меня просто банально перевес из этого получается. Так, и что бы мне еще убрать? Ну, и можно, наверное, не знаю, может быть, немножко мяса продать. Рыбу тоже поскидывать. Фиников надо закупить, их вечно не хватает. И что-то пиво закончилось. А здесь пива даже и нет нифига. Нет, пиво есть. Ну, блин, ну за такие деньги. Не, ребята, я вам за такие деньги пиво не буду покупать. Железная руда в количестве одной штуки мне не нужна. Корова. Этих надо зарубить. Свинью на мясо, корову на мясо, овцу на мясо. Хотя, может быть, в качестве живого товара их дешевле было бы, ну, дороже было бы продать. Не, нормальная, шкура 55 стоит, хорошая цена. Здесь продаем вот эти вот дорогие пушки и дорогую броню. Ее просто жалко на опыт скидывать, что стоит неплохо. А денежка лишние не бывает. Тем временем, 273 тысячи нанимать здесь, я кого-то не вижу смысла. Если нанимать, то надо в замковой, вот здесь, в замковой деревне. Виглов, чтобы в конников сразу прокачать их. Шесть штук. Сколько мне конницы нужно? Шестнадцать. Четыре коня мне надо. Ну, ладно, коней я могу позже нанять, чтобы наверняка где-то там еще в городах будут сразу юниты в виде коней готовы к найму. Сейчас нужно заехать. Блин, я просто боюсь, что пока я туда буду ехать, они опять куда-нибудь телепортируются. Так, Аскар. Аскар Санала пока есть. Жена узнала, что беременна, второй ребенок будет. О, и они сами еще вербуются. Упрощает нам задачу. Так, кто у нас тут сидит? Никого нет. По торговле инструменты надо продать. С них, правда... Да блин, нахрен. Соль туда же, чтобы просто глаза не мозолили. Так, Санала. Лекарон. Молодец, спасибо, переместился. Как он так телепортируется? Ладно, надеюсь, по крайней мере, изгнанится, никуда не денется. Колобок передает замок. Кому-то достался еще даже. У меня сюда вообще неохота ехать. Это очень далеко. Плюс штраф от пустыни. Ну, тут скорость передвижения падает. Пустыня минус 0,43. Там есть перк, конечно, который снижает этот штраф. Типа жароустойчивое, что ли, становится. Или как-то так. Тут тоже, как-то движняк постоянный. Да. Понятно все с тобой. Нет, мне такие не нужны. Но остался сирота для проверки. В лекароне потом можно добирать в отряд лошадистов. Катиков в турнире. Принял участие. Я вроде еще на этих аренах пустынных не воевал. Пытается меня закидать. Можно оттанковать. Ну, не оттанковать, а подождать, пока у меня кончится копья. По ногам попадает. Султан какой-то в шлеме с золотом. Одна ошибка, и ты ошибся. Как у нас заведено. Да что такое? Сирайский страж мемелюк. Не люблю эти конные бои, блин. У меня лошадизм, как правило, слабо прокачан поначалу. Еще и на копьях. Духота. Короче, сами катайтесь на этих лошадях. Нахер мне эти ваши турниры. Я сейчас неделя, пол серии сейчас на конях тут буду кататься. А мне надо в лекарон. Вопрос, как быстрее будет. Можно попробовать автоматически направить ходьбу и посмотреть, где он пойдет. Пошел он через лево. С такими турнирами, когда у тебя копье, которое не дамажит. И попробуй еще хрен попади, и у тебя лошадь не раскачана, и она еще ездит, как боржа. Не, спасибо. Я не готов к таким приключениям. А, конечно, тот еще верховой ездок. Ездец даже буквально. О, уровень. Уровень, шмуровень. Разведка что-то подпросела. Мне, конечно, лидерство еще надо бы добить. Бы. Ну, здесь в ближайшее время каких-то особых бонусов. А, ну вот максимальный размер отряда. 175. Я бояничаю, что тут уже сейчас штраф пошел. Прокачка будет сильно ху... Ну, пока войны нет, можно в лошадь вложиться, а то он как боржа реально управляется. Либо добить одноручное, потому что я все равно не буду воевать. Периодически-то я с коняем воюю. Вот выбор, да? Разведку, одноручное или коня. Что лучше взять? Давайте, наверное, одноручку возьму. Чтобы больше к ней не возвращаться, и тут уж пускай прокачивается. Остальное уже так по ходу дела буду. Я все даже заходить не буду нафиг. Ну, в том плане, что в турнире по участвованию спасибо. Пехота мне не нужна сейчас. Коня здесь можно прокачать. Лишь бы этот крендель никуда не сбежал. Широкогрудый. Вообще, зачем мне заметка на нем? Я потом, если что, посмотрю, что он там умеет. Вопрос, сбежит ли этот дружочек из Лекарона. А потом я поеду направо, на восток, то есть. В Артисии можно поучаствовать в турнире. Тут роль духоты такой с конями, нет? Чтоб не вхолостую-то кататься. Скорее всего, на конях это будет. Короче, нахер. Это сейчас опять душнилого тут это будет, конная. Я отсюда сразу уйду. Так, едем в Жалмарис. Или можно сразу в Лекарон направить. Я все равно сейчас не кузнечка, ничем не занимаюсь. Моя задача сейчас тупо проехать мимо карты. Можно грабителей, конечно, гопнуть было бы. Кони тоже никакие здесь не появились. Топ-контент так-то по карте туда-сюда кататься. Вроде пока никуда не делся. Возможно, мне уже нет смысла участвовать за колодога во всей этой истории. Надо посмотреть, у Империи есть у кого-то войны друг с другом. И вписаться за того, кто с другой Империей воюет. После того, как я отряд доберу, естественно. Ну вот отряд охраны кого-то перебил. Хрен знает, кого он там перебил. Вот этого я обязательно беру. Он сразу вкачанный полностью. Так, ну что, дружочек. Сиротливый. Блин, у него обаяние вкачаны. Нахрен мне ему обаяние нужно. Вот кого брать? Атлетичность, лошадизм. А кого я до этого там приглядел? У кого управление было? Ах, он железный глаз. Терминатор. Вот попробуй сейчас, найди его. Это не то. Блин, топ-контент. Блин, а у кого управление было? Кто-то может мне сказать? Два раза в одного и того же нажимать. Широкогрудово. Хотя сейчас мне от этого Широкогрудова толку, откровенно говоря, крайне мало. Потому что у меня все равно будет жена прокачиваться на управлении. И смысл его брать. Его можно сейчас, конечно, на караванщика посадить. Было бы. Караван будет деньги принесить, но нет. А из этих я даже хрен знает, кого не убирать-то. Сырота. Ну тогда, наверное, надо из этих выбрать, у кого лук получше. Того и взять в отряд. Тут кони не прокачиваются. Или еще раз пересмотреть ситуацию. Цвет платья выбирается под цвет флага. Медик у меня есть. Начальник лошадей, который ни хрена пока не качается. Так, ты у нас заточена под инженерное дело. Но я что-то уже начинаю сомневаться. Нужна ли она мне как инженер? Ее можно, в принципе, вообще даже выгнать будет. Как бы это печально не звучало, потому что параметры особо не подходят. Она начнет, конечно, наверное, там ныть. Ну что, ты меня выгоняешь? Либо отправить ее в будущем. Она даже как командир отряда не подходит. Не охота мне инженерку выкачивать. Прямо это пипец. Я как представлю, сколько нужно мне будет в нее накачать. Это у нас начальник лучников. Я, кстати, хотел же вроде... А, надо сейчас поменять. Распределить перки у моего врача на коня. Оно там неправильно настроено. Что если здесь... Штраф к точности. У этого тоже нужно скинуть перки на лук. Что он командует лучниками. А чем он еще занимается? Блин, я уже все позабывал. Столько времени проходит. Он мне в целом даже как лучник-то, наверное, не особо. Но он как командир подойдет. У него тут разведка есть. Можно оставить. А нанять сейчас лучника из этих исхузаитов, чтобы он командовал именно лучниками, чтобы у него прям 5 поинтов было. Это мне надо где-то больше 140 навыков, наверное, брать. Тогда у него плюс-минус наверняка будет 5 поинтов туда вложено. Начальник лукарей. Ну, а эту тогда заменить кузнечку. Она мне помогла прокачать больше, в принципе. Много навыков в пустую вообще вложено. Просто если ее заменять, мне тогда надо подобрать какого-нибудь чувака, который осадовым может командовать. и лучника нормального. Из лучников. Там вроде кто-то еще был. Этого 90. Тележницы. Плюс-минус то же самое. 95. Но тут в пустую навык торговли, который мне нахрен не нужен. У тележницы. Турбалет. Блин, вот тоже задача. Кого взять-то? Я не знаю, хоть кубик кидай. Потому что реально непонятно. Ладно, давайте я сейчас не буду на это время тратить. Время пусто уйдет. Наверное, между записями посмотрю. Мне сейчас нужно сюда просто отъехать. Набрать конников. Поедем, я думаю, в Ваниру. Вот, можно фигаон заехать. Может, там кого-то нового встречу. Что сейчас искать, это так, катафракт. Идешь ко мне. Тебе нанимаем. Итого у меня 18. Еще два нужно лошадиста набрать. Здесь вкачался о, управление 175. Это гуд. Все, сейчас боевой дух будет еще плюс 7. Ну, 84 стало. Это очень хорошо. Это можно временно доп.юнитов вербовать было бы. Тут никого нет. По торговле забираю пугию. Больше ничего не надо. Сейчас через Аниру прокачусь буквально здесь по деревенькам. Ну, что-то осирайцы начали захватывать, что ли, их? Или что у них такая беда тут? Слушайте, а сколько у меня еще коней пленных осталось? А, ну кони плены есть. Коней, в принципе, можно не нанимать. Из пленников завербовать их. Так, нет. Это мне дамочка не нужна. Покупай пугии. Может, коней лишних продать каких? Хотя, нет, продавать некого. Так, вот сюда можно ехать. Там уже однозначно должны быть юниты конные, конные лучники. И дальше куда-нибудь туда направо по карте завернуть, как вариант. катафракты исправно нанимаются, прям красота. Четыре. Вот, я сейчас юнитов нанимаю, им опыт дополнительный сыпется, и они вот уже успевают прокачиваться, хотя бы частично. конь-каклей идет сюда. И суммарных получается 12, 15. Еще пятерых надо нанять. Деревня под названием Кошмар. Камшар. Город Чайкант это тоже город. Замково это вот это будет справа. Ну и как наберу отряд можно посмотреть будет кто там воюет. Еще один нужен. Я думаю одного обратно в Кошмаре можно завербовать будет, чтобы не кататься по всей карте туда-сюда. Но если его там не будет, это будет грустно. Ну должен. Тут по идее вроде никто не нанимает пока отряды. Да, появился. Итого у меня в отряде так легионер легионера я беру, чтобы не готовить просто юнит. Итого смотрим. 119 у меня максимум вместимости. У меня 20 конных лучников лошадистов. 19 еще один нужен. Ну еще один завербуется тут из коней. это долго. Катафраг только начал и тяжелый наездник. Вот он скоро завербуется. Их тоже будет полный комплект. Останется добрать так, это будет 107. Остается у меня 12 человек, которых можно взять. В принципе по 6. 6 лучников и 6 пехотинцев набрать. Пехотинцев я могу сразу здесь взять. Раз, два, три, четыре. Еще двоих нужно взять. Двоих я найму в любом, в любой деревне. Не важно где. Тут, например. Потом еду в Ботанию, набираю ботанских стрелков и можно вписаться куда-нибудь в войнушку. Здесь только я одного найму. голодранца в пехотинца. Пехотинца апаем и новобранца выгоняем. Еще один остался юнит. А, здесь по пути в деревню можно взять будет. Так. Ты до пехотинца тебя выгоняем. Усё, комплект практически. Замок под осадой. Это у нас кто? Это у нас Южная Империя. Что-то она как-то разорслась. Надо их подприжать наверное немножко. С кем они воюют? Они с Гаррием воюют. Гарри, ты молодец. Прямо объявил Батане. Я сейчас с Гаррием тогда запишу договор и буду кошмарить наверное вот этих ребят. Хотя может быть мне бы было выгоднее даже за Южную Империю вписаться и кошмарить Гаррия дальше. Чтобы он мне тут мозги не компостировал. Ослабить его и к тому моменту как он будет ослаблен я уже как раз клан прокачу. Да, я так и сделаю. Ладно, поехали. Чудесное путешествие туда-сюда. Слева направо по карте катаемся. Блин, все же меня не отпускает вот эта навязчивая мысль по поводу того, кого нанять. Может особо не любить голову да взять там не знаю какую-нибудь вон того же сироту. Ну у него лук слабоват. Или грабителя. Ну у него мошенничество нахрен его мошенничество вообще сдалось. Да, вот они тяжкие муки выбора. Шуррак и груды сранится. Телега. Я скорее всего однозначно буду менять свою вот эту кузнечиху на какого-нибудь осаждающего чувачка. Наверное на тележницу. но ей можно будет отправить письмо. А сейчас наверное может быть даже и не ломать голову а нанять чувака у которого плюс-минус средние боевые навыки чтобы мне вот этот вот чел как бы норм подходит наверное ну пинкеноке находится железный глаз кровавый топор он как командир милишников сейчас хорошо зайдет тут у него прямо хорошо раскачано я думаю надо и кровавого топора брать и железноглазого в отряд в качестве командиров они на будущее пойдут вопрос кого сейчас лучше взять им по 30 с лишним лет соответственно у них уже уровень должен быть хорошо прокачан с тургийский у меня вот это вот то что у него влияние на юнитов пехотных сейчас будет очень хорошее пока мой персонаж не докачается я наверное его возьму потому что влияние на лучников уже есть да кстати давайте ему отправим сообщение на ему все таки так сделано я заеду фикаон сейчас надо перенастроить распределение навыков у моего медика там кого-то побеждает на турнирах и вроде у моего лучника нужно было сейчас посмотрю так блин ему-то я не настроил да да у медика езду верхом меняем и тут кавалерия здесь да Чин Дён Лекарь значит таверны ой нафиг я в таверну пошел не в таверну мне нужно арену Чин Дён Лекарь и лошадизм поменять так выносливость езда верхом сразу ему назначить здесь полная скорость столкновения тут здоровья издавая животного и здесь скоростной урон против кавалерии пешеходов блин ну тут возьмем это готово и что я там хотел у лукаря моего вот это ему зачем тоже непонятно оборвыш оборвыш надо атлетичность поменять он все равно в кузнице будет откисать некоторое время и лук тоже мне не особо перки устраивают значит оборвыш контроль лук и выносливость атлетичность это переоспределение навыка тоже капец управление луком урон или навык стрельбы я думаю наверное урон прокачивать чтобы они почаще хотя урон у них и так у ботанцев нормальный там очень хороший лук давай лучше навык стрельбы чтобы они помече стреляли получше было пробитие брони и скорость передвижения лучников с другой стороны мне скорость передвижения лучников не так и важна пешкодрапом если бегать я вроде же ему настраивал уже и что-то другое настроил 20 раз перенастраиваю давайте пробитие брони оставим штраф точности так тут скорость перезарядки у лучников дальше размер отряда блин блин у меня походу настроено было я опять тупи тормози тут включаю здесь вот урон воинов третьего класса и выше с луками плюс 5% они в любом случае третьего класса и выше но атлетику нужно настроить однозначно здесь все вроде перенастроил отряды можно отсюда сваливать и мне нужны мне нужно нанять лучников да я фигаоня давайте заедем посмотрим древесина поскольку древесина кончается мне скоро возможно надо будет немножко еще в кузнице посидеть куней позаниматься здрасте да я тебя тоже не знаю так эй вы слышали о том как умер последний император говорю вам люди все время болтают чушь во времена императора ареника я служил в вигирской страже мы были очень организованы и гордились своей дисциплиной а потом начались бунты то что я повидал в лекароне мне до сих пор стыдно об этом вспоминать люди тяжело это перенесли им казалось что весь город обвиняет их в убийстве императора мы то были уверены что не виноваты в его гибели что все это случилось в результате чьей-то подлости но оправдания нам не было мы могли бы уйти в боевом порядке никто не стал бы противиться пусть мы не восстановили бы порядок но по крайней мере вернулись бы домой счастью но вместо этого мы обрушили наш гнев на город мои товарищи грабили поджигали дома даже убивали тех кого должны были защищать это был позор я хотел отправиться домой но во время восстания потерял все накопленные динары я был бы рад внофиг заработать если встречу военачальника который ищет хороших людей если у вас есть для меня работа можем ее обсудить да давай заходи сейчас мы тебя побреем оденем обуем но при этом он моментально присоединяется в отряд так иди сюда будешь командовать мечниками сейчас ему надо перенастроить будут все но вообще надо посмотреть что у него там зарандомилось ёп в рот компот охереть у него тут нормальный тип прямо то что надо подкупать он как командир отряда вообще жесткий будет ему управление только вкачать уровень правда высокий но это через кузнечку ему разгонится правда лук вообще никак но метательные есть но это конечно жесть у меня сейчас пехота бустанется просто жестко вообще за счет вот этого всего может быть надо было давно его уже нанять правда сейчас я потрачу там тысяч 30 наверное чтобы ему перераспределить навыки нормально типок такой так что ты стоишь поехали дальше в попсе хороший командир залог успеха так здесь можно нанять пехотинца лошадиста тяжелый наездник но конника мне нанимать не придется так как я завербовал из пленного перский пехотинец а здесь пехотинец ветеринар давайте я его найму пригодится да нормально 29 что дороговато древесина стоит у ботанцев дешевле купить можно будет ну и я думаю сейчас летящей походкой вот сюда прямо едем чтобы добить нам отряд хотя можно по пути наверное эпикрате не осаждают там случаем давайте в нее заедем перераспределить навыки нужно кто-то там за кого-то замуж вышел или женился уж не поймешь ну и тут плюс то что персонаж движется сейчас по лесам ему разведка прокачивается можно наверное уже в принципе от ботанцев выходить и отправить заявление на прием так до свидания королевство южная империя западной серверная империя со стурги со стурги я не хочу пока воевать ну я реджи наверное отправлю заявление о приеме все тут имперцев больше пока так стопы персонаж остановился имперцев западных тут нет а я а я потом на них со стороны ботани нападу как раз так торговля вот здесь здесь зерно можно было рыбу продать но сейчас уже что толку продавать отряд уже почти сформирован давайте перераспределять ему сразу можно 4 перка скидывать и не заморачиваться кровавый топор энергия одноручная двуручная 14000 17 24 косаря потратил неплохо вот что а может быть еще метательный нужно было бы скинуть а нет метательный тут нормально тут то что надо значит здесь это мне ничего не пригодится это тоже атлетичность скорость передвижения блин скорость передвижения конечно очень вкусно но мне нужно здоровье потому что он будет рулить мечниками пока я там не раскачаюсь за 200 лет шанс убеждения размер отряда нет это сюда тут урон либо рывок тут скорость передвижения пеших воинов плюс 3% а здесь урон наносимый воинами в ближнем бою плюс 2% у меня задача основная танковать а то что там урона чуть больше на 2% наноситься будет и чтобы они быстро бегали поэтому вот этот перк здесь получаем урон при столкновении я снижаю чтобы лошадисты их не сносили очень сильно восстановление здоровья в пути да этот перк атлетику распределили тут урон длительность урон получаем пеших стена и щитов берем дальше резкий удар скорость замаха тут щитоносец скорость передвижения пеших воинов ваше определение плюс 3 да еще скорость увеличиваем дальше урон одноручным без щита очки здоровья это он не лидер отряда сейчас поэтому урон одноручным без щита берем там бывает ему доходят такие ловец стрел стена щитов увеличение площади прикрываемой щитой при защите от выстрелов для воинов вашего подразделения вот чем отличается увеличение площади прикрываемой щитом при защите от выстрелов для воинов вашего подразделения тут то же самое в построении стена и щитов но у меня в основном стена и щитов они для этого он для этого именно и прокачивается что-то там ковать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мне не особо надо, чтобы они щиты ломали. Пускай лучше животных бьют, которые на них накатываться будут. Урон наносим двуручными. При запасе здоровья будет 90. Ну давай эту возьмем. Оббивать снаряды двуручным оружием, поставив блок. Вот это вот конечно жесть вообще. Как можно мечом стрелу отбить. Боевой дух двуручных войск при убийстве вами. Врага двуручным оружием плюс 30. Боевой дух. А, тут боевой дух падает у врага. Ну давай вот это. Лидер отряда. Он не лидер отряда, поэтому вот это. Командир. Урон и скорость передвижения пеших воинов вашего подразделения плюс 2%. Сейчас у меня пехотинцы должны сильно быстрее бегать. Тут пикинер. Насимый пешим воином вашего подразделения плюс 2%. Здесь урон наносимый кавалерий пешим воином вашего подразделения тоже сюда. Здесь на уплотнение Древковым. Скорость взмаха пеших воинов. Ну, Древкового у них крайне мало. Там у них есть, конечно, копья у этих самых... У легионеров. Но лучше пускай взмах будет, потому что он скорее всего на все типы оружия распространяется. Я точно не уверен, но наверное так. Так, теперь покидаем и нужно закупить броню. Нужно закупиться. Так, пугги, конечно, забираем. В отчет-то ты будешь у нас одет. Давай шлем защиты лица. Так, тут... Я не особо хочу много денег тратить. Это все равно особо... Особо какого-то толку там погода особо не сделает. 7, 12, 7, 9. Вот тут 7, 9. Она дороже стоит, чем 7, 12. И весит больше. Вот как это работает. Теперь броня. 34, 8, 2, 33, 7, 6. Вот это нормально за 9. Я тут готов чуть больше потратить. 27, 11, 10. Пускай кожаные будут. Перчатки. Тут можно недорогие взять. И ботинки. Тоже тут какие есть. Это все я скину на экспо. Дальше. Щиты, мечи. Как видно, щит рыцаря. Получше меч надо взять. Этот меч, если заменять, то даже хрен знает на что. Мне, по идее, так-то выпадают постоянно. Всякие. Скорость взмаха 104. Я не знаю, что ему лучше подойдет. Короче, давай ему спату просто выдам. Она, я думаю, получше будет. Тут надо какой-то дротик ему дать. Ну, вот этот, например. И мне нужна... Как он там называется? Мне нужен пилу. Вот какой-то такой состав у него будет. Будет ходить он пешком командовать. Командовать отрядом мечников. Можно продать, что-то глаза не мозолил. Тут туда же. Неохота мне на опыт скидывать, просто заходить в меню лишний раз. Все, сгодится. Я потрачу 35 тысяч. 189 осталось. Деньги пошли вниз. Пока я наемничеством не занимаюсь. На какого-нибудь грабителя напасть лайтового такого, чтобы расставить командиров в отряде. Догонять мы его, правда, сейчас неделю будем. Блин, ополчение вписалось. Ну, вот как так? Никогда такого не было. И вот опять. И останется двух ботанских стрелков добрать до комплекта. В принципе, можно войнушку идти. Блин, шпатем как воевать. Ну ладно, я по крайней мере смогу юнитов, точнее командиров сейчас назначить. Итак, кровавый топор. Зубаны я стоплю сюда. Ты сранница. 24 влияние. Это влияние 28. На войну дальнего боя. На конных лучников 34. Здесь. Лекарь, конечно, плохо влияет. Я себя перевожу сюда. Кровавого топора делаю начальником подразделения. Влияние на пехоту 69 у него в целых идет. Хотя мне себя можно куда-нибудь коннелуком, например, перевести. Хрен его знает. Я вот не знаю, вот этих героев. Оказывает оно влияние на весь отряд или нет? Вообще непонятно. Нигде это не написано. Как это протестить, непонятно. В общем, такая информация ноль. Вот что разработчики хотели этим сказать? Как? Ой, ладно. Сейчас опять гореть начнет этот хернец. Вот эти мелочи, которые крайне-то печально все. Пехота в атаку и лучников конных. По крайней мере, снег хотя бы. Хоть что-то видно. Глаз выколи обычный. Конных лучников пускай постреляют. Надеюсь, пехота там не отъедет никак. Это, блин, из-за снега, что ли? Штраф такой. Очень медленно все перемещаются. Лучники еще умудряются кого-то убивать. Задолбали вы. Слишком сильный, он говорит. Не надо было в бандитизм идти. После нормальных армий эти бандиты... Конь, как ли, вообще никого там не задамажил. Но сыны вот эти вот. Хузаидский. Хузаидский сын. Кого-то даже постреляли. Трешак весь можно забрать. Надо вернуться сюда, купить древесины. Вот, нормально. 110 штук. И тут можно остатки юнитов понанимать. 118. Получается у нас 120. Прокачиваем. Кого-то из них... Трешаком можно догнать. Никто не прокачался, конечно. Итого у меня сетап получился... Так. 43 пехоты, 35 лучников. 20 всадников. 20 стрелков конных. Тут традиционно все-то разъехалось. Ну, примерно таким составом будем воевать. Но... Воевать будем уже в следующий раз. Я сейчас отъеду куда-нибудь в Сианон. Может быть... Может быть, кузнецом там буквально минут 10 посижу в кузнице. На немножко денег пополнить. 180 тысяч, что мало. Мне на войнушку. На 1250-300 хотя бы, чтобы было. Может быть, даже еще чуть больше. Поэтому я тут парочку раз крафтану. И с этого уже начнем следующую серию. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, было интересно и познавательно. Кто хотел поесть, поел. Кто хотел уснуть, уснул. До свидания.